Прость Камы Чистополь, родники моего вдохновения. Такое название выставка художника Анатолия Зиновьева получила не случайно. Большинство работ авторов, представленных здесь, посвящено природе Чистополя. Всего в залах мемориального комплекса Дома Учителя выставлены 43 картины художника. Наши места, где мы живем, Чистополь, около Чистополя, они вдохновляют меня своими красотами. Мы писали и с художниками, с нашими, с Самойлом Павлом Афимовичем, с Дерном Толкосынчем. Просто выезжаю один. И каждый раз покоряешься вот этой красотой. Красотой и весны, и осени, в различные времена. Года по-своему интересно. Это четвертая персональная выставка Анатолия Зиновьева. Она юбилейная. В августе этого года художник отметит свое 65-летие. На торжественное открытие выставки пришли коллеги художника, студенты педагогического колледжа, где он преподает, друзья и люди, неравнодушные к его творчеству. Благодаря вашим картинам, я думаю, студенты с педагогического колледжа, с других учебных заведений будут приходить. И глядя на ваши картины, наверное, хочется и жить, и хочется творить. Мы, наверное, как бы стимул для будущих преподавателей. Как рассказывает сам автор, в этих картинах вся его душа и огромная любовь и преданность к родному краю. Красота его лесов, рек, жителей. Богатство и благодать провинциального города на Каме. Все нашло отражение в творчестве Анатолия Зиновьева. Все работы выполнены маслом. В последнее время эту технику в написании пейзажей Анатолий Зиновьев предпочитает больше всего. А вообще, любовь к рисованию у художника проснулась еще в детстве, во время обучения в начальной школе. Самое главное, чтобы другие чувствовали, чтобы когда я приду, буду приходить сюда студентами, чтобы они тоже хотя бы видели вот эту красоту нашей природы. Вот суть-то в чем этой выставки, чтобы передать это молодежи, чтобы воспитательное значение, эстетическое, нравственное. Это я ставлю чуть ли не на первый план. Все желающие познакомиться с творчеством Анатолия Зиновьева могут прийти в Дом учителя. Выставка будет работать в течение месяца.